вы почувствовали на себе наверное уже что такое невероятную силу благодарности а там есть еще девять инструментов представляете что будет вообще если благодарность плюс еще девять инструментов и тогда тогда конечно это будет что-то удивительно прекрасное удивительно прекрасно и и сейчас мы продолжаем изучать благодарность потому что благодарность в отличие от всех остальных инструментов и то как мы еще здесь изучаем мы изучаем сейчас как путь к богу то есть есть счастье это ощущение это внутреннее просто ощущение внутреннее чувство счастья теперь мы изучаем благодарность как путь к богу как инструмент приближения к богу и бывает что человек близок к богу да есть много инструментов скажем так есть много инструментов приближения к богу все они делятся на три группы три группы инструментов которые помогают вам проявить свою душу до душа это часть бога и получается что если чека душа это часть бога если чека интеллект это машина по восприятию по взаимодействию с реальностью есть тело тело это вертикально ходящая лужа состоящая из таблицы менделеева и воды и все это очень мудро замешано в есть невероятные там целые системы в теле тело это вообще невероятная интересная штука но душа не менее интересная просто душу мы не видим и ученые есть которые изучают тело если ученые которые изучают душу теперь получается что душа это часть всевышнего проявленная в теле и с помощью трех инструментов это тора изучение тора это изучение духовного знания которое было получено через пророков через молитву это разговор со всевышним и через добрые дела это проявление себя в этом мире как посланца всевышнего то в этот момент человек он нам от отождествляет соединяет свое я свою самоидентификацию свое свое самовосприятие свой селф на английском есть такое слово отождествляет и соединяется своей душой через эти три инструмента изучение тора это интеллектуальное постижение того как работает душа через молитву это разговор с богом и через добрые дела это действие а и обязательно заповеди не только добрые дела добрые дела это один из видов заповеди но есть другие виды заповеди которые которые в действии например там одевание от филина в действии например цицит да когда ты носишь цицит есть очень классная заповедь как а через заповедь соединить свое тело с духовным уровнем обрезание кто может отлично кто не может это окунание в микву каждый раз когда вы окунаетесь в родниковую воду и не обязательно там делать это с какими-то ритуальными историями просто окунаетесь в родниковую воду полностью когда она покрывает все тело без без как сказать без преград то родниковая вода море озеро ну любая дождевая вода вы в этот момент тоже это не заповеданное можно хотя это тоже иногда это заповеданное действие в общем будем вдаваться есть заповеди которые соединяют тело со всевышним благодарность являются ли в благодарной заповеди заповедью равша аумар уж говорит что это главная заповедь это вообще заповеди всех заповедей и знания всех знаний и это вообще суть человека и все что бог сделал в этом мире это для того чтобы мы через благодарность с ним соединялись. Также он утверждает, что благодарность это основа любви к Богу, потому что когда ты начинаешь Бога благодарить, то именно через это ты соединяешься с ним и проявляешь любовь к Богу. Кроме того, он сказал, что благодарность это спасение от всех вообще проблем, которые только могут быть в жизни у человека. И вот мы изучаем его подход к благодарности. Он утверждает, что человек, который благодарит, попадает в рай сразу уже в этом мире. Не только там, а уже в этом мире он в рай попадает. Так. Хорошо. Значит, сегодняшняя глава называется «Чертог благодарения». Это очень смешное название, потому что звучит как не чертог, а чертог. Но вообще это чертог. Современный человек не знает, что такое чертог, потому что, например, вот Ирина Авербук, она живет в Нитании, но не живет она в чертоге. А раньше были такие слова, использовались, я не знаю, кто переводил эту книгу, значит, «Царствие чертоге». Очень меня это слово смешит. В общем, чертог благодарения он говорит. Если человек идет путем благодарности и благодарения, действительно признавая благо Всевышнего, перед ним открываются все врата. Все. То есть, это его как бы вводная часть почти в каждой главе. Мне вчера звонил один мой друг и говорит, «Ты знаешь, вот ты мне все про благодарность говорил, говорил, а я услышал наконец-то тебя. И сейчас говорит, такой кайф, я в течение дня, прям десятки, десятки раз останавливаюсь и говорю, спасибо тебе Всевышний за детей, спасибо за то, спасибо за это. У меня все это было, но только я это не замечал и не благодарил. И у меня настолько жизнь улучшилась, то есть, ничего не поменялось внешне, но все время был погружен в заботы. Знаете, если такие люди, они все время заботятся о чем-то в заботе. У них чертоги, а они заботятся. И он живет в чертогах. А значит, у него дети, машина, значит, деньги есть. Все. Он здоров, слава Богу, родители живы. А он все время был в заботах. А сейчас он начал благодарить, наконец-то. Просто говорит, благодарю за заложников отпустили, 100 человек. Благодарю, что, в общем, и говорит, вообще, у меня так жизнь улучшилась. Спасибо тебе. Прям записал мне сообщение. И, значит, здесь это говорит Равшаламаруша. Это не у меня спасибо. Равшаламаруша спасибо. Что как только ты начинаешь благодарить и испытывать благодарность, тебе открываются все ворота. Все ворота. Теперь он говорит, одна моя ученица старается записывать все блага и милости, оказанные ей Всевышним. И она обещает Всевышнему не забывать каждую его милость, помнить о ней и благодарить за нее, и она действительно видит истинные чудеса. Ведь, конечно же, сколько у нас в жизни было событий, которые нас радовали в прошлом. И достигнутые цели, школу закончил. Вот, я помню, в детстве я думал, ну вот я уже школу закончу, все, стану самостоятельным. Стал самостоятельным. Женился, слава Богу, хотел жениться, женился. Очень волновался, женюсь, не женюсь. Как жена согласится, не согласится, согласилась. Все, но я тогда порадовался, а потом перестал радоваться. Надо радоваться все время прошлым, прошлым радостям. Записывать и радость, перечитывать и радоваться. И когда ты все время в благодарности, тебе Всевышний делает чудеса. Мы уже изучали, видите, полкниги изучили, как именно Всевышний делает чудеса. У него множество способов человеку счастливому и благодарному дать чудеса. Теперь дальше рассказывает он еще случаи. Другой ученик говорит мне, что как-то у него были огромные долги, и он не знал, что делать. И вот он пошел в поле молиться, уединенная молитва. И по дороге встретил Рава Бризеля до продлятся его дни. И этот Рав Бризель поинтересовался у него, как дела. Тот начал рассказывать ему о долгах, как дела, и заплакал. И прям даже заплакал. Равина говорит, так ты в поле собираешься плакать о долгах? Он говорит, да, я поэтому туда и иду. Тот его спрашивает, ты давно доходишь в поле молиться, вот эту уединенную молитву? Тот говорит, давно. И как? Он говорит, никак, ничего, он плачет, долги все больше и больше. Так, тот ему говорит, а ты попробуй по-другому. Ты попробуй же, как Рав Шалмару шучит, идти и благодарить. Послушай меня, весь этот час не плачь, а лишь благодари за долги. Ученик его послушался, и спустя две недели, после того, как он по часу в день лишь благодарил, он получил в подарок от кого-то крупную сумму, которая покрыла почти весь его долг. Осталась совсем небольшая сумма, которую нетрудно было возвратить. Как это работает? Непонятно. Как это работает? Непонятно. Значит, бывали ли случаи, когда люди, которым бывали, я могу по себе сказать, я когда стал религиозным, прямо начал все соблюдать, я ушел в Ешиву, и сидел в Ешиву, учился, получал 300 долларов стипендию. Лично, вот была стипендия в Ешиве, Ешива Таран, я учился в Ешива Таран, чек мне давали каждый месяц, 300 долларов. Квартиру мы снимали за 250 долларов, и у меня, когда я расстался со старой своей жизнью, то я вот просто, как Яаков, который ушел без ничего, так же я остался вообще без ничего, ушел в Ешиву, я женат, 300 долларов мне платят, зато дают стипендию я учу Тару, 250 стоит квартира, остается 50. Как жить на 50 долларов в месяц? А я не жаловался, никому не жаловался, ничего, значит, просто все, что Всевышний делает, все к лучшему, я очень был такой вот, прямо сразу стал фанатиком таким, религиозный фанатик, все, что делает Всевышний, все к лучшему. И, значит, тут подходит ко мне один парень, со мной учился, а он знал, что у нас нет денег, и говорит, ты знаешь, один человек, не скажу кто, он просил не говорить, сказал, что вот там есть магазин внизу, у вас в доме, да, значит, там у тебя открыть счет на продукты на 200 долларов в месяц, ты можешь на 200 долларов в месяц брать продукты, уже отлично, 200 долларов в месяц уже есть, значит, а у нас маленький ребенок, там все, потом, где-то прошло, а, у нас даже холодильника не было, тут заходит один человек, говорит, у вас холодильника нету, нету, вот вам холодильник, значит, новый холодильник, бах, у нас новый холодильник привозят, и так далее, и так далее, в общем, так мы прожили где-то год, потом год, уже жена говорит, слушай, ну, невозможно так жить, ну, реально тяжело, но нету денег, вообще нету, то есть, прям вообще, 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 и, значит, я говорю, ну, ладно, Всевышний поможет, значит, есть программу, открывают, которая, это программа для преподавателей Торы, Но в нее брали после пяти лет обучения в Ешиве. Я говорю, я пойду попробую туда приняться. Значит, и там платили стипендию. А, была программа вечерняя для лекторов. Там платили стипендию, если ты еще вечером занимался. Пятьсот долларов платили. Год ты обучался, как быть лектором. И потом, значит, должен был работать лектором. Я пошел на эту программу записываться. Равин, который там сидит. Он говорит, послушай, ты на Иврите еле разговариваешь. Ты всего год в Ешиве. А у нас, видел же, условие написано. После пяти лет в Ешиве. Значит, давай тебе еще четыре года. Через четыре года приходи. Значит, будешь учиться, получать стипендию. Будешь лектором. Я говорю, ну что ж, я попытался. А, значит, у Всевышнего другие планы. Пошел к Равыцкаку Зильберу. Был великий праведник, тогда мой учитель. Я у него жил. И говорю, Равыцкак, говорю, я, ну, честно. Во-первых, я чувствую, что я уже, вот, я полдня учился. Чусь хорошо, Тору. А вечером я уже засыпаю. Вот реально, я не могу целый день учиться. Я всю жизнь бегал. Был спортсмен. А тут сидеть целый день и учиться я не могу. Он мне говорит, вечером читай, говорит, Танах, читай книжки интересные. Ну, по Торе, но не Талмуд. И, значит, и подожди. Я говорю, Равыцкак, я не могу уже. Давайте я пойду. Я бизнесмен был последние годы после спорта. Я спортсмен. Давайте я буду полдня учиться, полдня пойду работать. Он говорит, подожди, говорит, вот, поучись чуть-чуть еще. Но я уже начал выбирать себе, куда я пойду вечером учиться. Я хотел открыть ресторан, но до этого я хотел поучиться на повара. Думаю, пойду, сейчас закончу курсы поваров, поработаю где-то в израильском ресторане поваром вечерами, а потом открою ресторан. Значит, и такой у меня уже назревал план. Но мне Равыцкак говорит, подожди немного. И тут объявляют, что есть еще одна программа. Там надо целый день учиться для преподавателей Торы. И дают стипендию тысячи долларов. То есть полдня ты учишь Тору, там, где я получал 300 долларов, стало 500. Ну, они обещали 500. И вечером ты учишься, опять же, на лектора, на преподавателя. И там всего стипендия тысячи долларов в месяц. Уже можно жить. И тоже написано, после пяти лет. Я прихожу к Равыцкаку и говорю, что он говорит, иди попробуй. Я прихожу туда на экзамен. И сидит тот же Равин, который меня несколько месяцев назад отправил еще на 4 года учиться. Он меня не принял на программу лекторов. Я прихожу, он сидит опять. Я ему говорю, здрасте, он говорит, здрасте, опять ты? Я говорю, ну, да, опять я хочу быть лектором, хочу преподавателем быть. Тысячу долларов в стипендию в месяц получать. Он говорит, нет, написано вот после пяти лет. Я говорю, а вы попробуйте. Давайте я попробую сдать экзамен. Может, я сдам экзамен. Может, получится. Он говорит, так ты же на иврите не разговариваешь. Я говорю, ну, давайте так, если я экзамен сдам, и там посмотрим. Он говорит, ладно, экзамен. Берет, говорит, Талмуд там. Вот такая-то тема. Открывает Талмуд. А я эту тему учил вчера. Я, значит, эту тему ему прям рассказываю вообще. Он говорит, так, хорошо. Вопрос там, я как сейчас помню. Есть в шаббат нельзя выбирать, перебирать нельзя. Но есть три условия, при которых можно выбирать еду. Нельзя вытаскивать, например, несъедобное из съедобного. А вот съедобное из несъедобного можно вытаскивать. Это не считается лохабарер, как бы работа перебирать. В общем, он мне задает про этот вопрос, про эту лоху вопрос. А я ее учил в шаббат перед этим, на этой неделе. Я ему отвечаю. Третий вопрос он мне задает. Опять прямо я знал ответ. Прям вот знал-знал. Он говорит, смотри, если быть честным, то, значит, ты экзамен прошел. Ну, говорит, как ты, ты же на иврите не разговариваешь достаточно хорошо. Преподаватели ивритойзычные. Я говорю, давайте попробуем. Давайте попробуем, значит, возьмите меня на три месяца. Если я за три месяца всех не догоню по ивриту, значит, вы меня исключите. Он говорит, ладно, берет меня на этих условиях. И я сижу на одной парте. Мы учимся вместе. Звали его Мэйер Зареа. Такой был человек, который тоже был в этой программе. И он мне показал книгу. Звали его Тони Бьюзен. Развитие памяти и развитие мышления. Супер память, супер мышление. Это была первая моя книга про развитие, про психологию, которую я вообще прочитал и в руках держал. И я начинаю изучать Тони Бьюзена. Начинаю очень резко учить иврит, запоминать все слова, там, учить наизусть. Потому что я развил память. И за три месяца я всех догоняю. Но это еще не было, как с неба приходят деньги. Значит, все, мы получаем тысячу долларов. Есть на что жить. И тут, значит, меня находит мой приятель, который мы с ним дружили перед тем, как я стал религиозным в Москве. Я же был не религиозным. Потом стал религиозным и уехал. И проходит три года. Он меня находит. А он за эти три года очень сильно разбогател. И он приезжает к нам, смотрит, как мы живем. А мы все равно продолжаем жить в достаточной бедности. Хватает на аренду, на еду. Но я целый день учусь. А он очень разбогател. Стал прям миллионером, миллионером. И он приезжает, смотрит, как мы живем. А он еврей тоже. И говорит, все, я тоже хочу быть религиозным. И он тоже остается в Израиле. Купил, по-моему, он себе квартиру. И говорит, давайте я помогу квартиру купить. Я говорю, нет, не надо. Он говорит, давайте я займу просто без процентов. Купишь. Значит, вот на первый взнос я тебе дам. Вместо платить аренду будешь платить за мошканту, за ипотеку. Потом будут деньги, отдашь. И он, значит, мне занимает. Первый взнос был 50 тысяч долларов. Он мне дает 50 тысяч долларов. Дай Бог ему здоровья, чтобы Всевышний ему очень сильно помог во всем. И, значит, так мы купили квартиру. Поэтому, то, что здесь написано, абсолютная правда. Когда ты благодаришь Всевышнего, когда у тебя есть вера, когда ты по-настоящему, по-настоящему веришь и соблюдаешь заповеди, у Всевышнего множество способов сделать для тебя то, что называется чудом. А в итоге мы просто не видим эти вещи. Ведь это же тоже все приходит путем естественным. Просто мы этот путь не могли сами увидеть, но оно пришло. Поэтому, значит, говорит он такую вещь, что действительно будут чудеса. И тут он рассказывает историю, что был ученик, который час ходил, благодарил вместо того, чтобы плакать. И через какое-то время какой-то человек подарил ему какую-то сумму денег. И осталась совсем небольшая сумма, которую нужно было возвратить. Кстати, интересно, что вы спросите, а как я ему деньги вернул? Я ему деньги вернул. Прошло буквально там полгода, может год, и цены на квартире выросли в том районе, где я купил, в два раза. И мы продали там квартиру. Она была неудобная маленькая квартира. Мы продали там квартиру в два раза дороже, чем была ее цена. Я вернул ему 50 тысяч долларов, и мы купили в другом районе себе квартиру. Вот такая вот история была у меня лично в жизни. Спасибо Всевышнему. Спасибо этому замечательному человеку, который это сделал, добро. Миша его зовут. Миша, спасибо Миши, чтобы Бог ему дал здоровье, дал ему Бог счастья. Ему, его детям. У него религиозные дети, мальчики. Слава Богу, он очень-очень хороший человек, сделал много добра. И дальше. Говорит Рав Шалом Аруш, что вот так надо молиться. Вот так надо молиться. И он еще раз нам повторяет три ступени в молитве. Первое. Полностью забыть о беде и лишь благодарить за все хорошее в твоей жизни. Второе. После того, как ты поблагодарил и возрадовался своей участи, нужно посмотреть на свою беду с верой, что все к лучшему, а затем поблагодарить за нее. Это самое сложное. Но этим ты как раз и исправляешь вот тот самый большой какой-то недостаток, который у тебя был. То все время, когда ты не благодарил за то добро, которое Бог для тебя делал, можно покрыть и исправить только когда ты благодаришь за беду. Когда большинство людей живут, ноют, они неблагодарны. Но когда приходит беда какая-то, и ты говоришь спасибо тебе Всевышний за то, что ты мне даешь эти трудности, ты исправляешь то, что ты раньше не благодарил за добро. И только после того, как ты поблагодарил за беду, третий пункт, и поверил, что она скрывает в себе спасение, можно поискать избавление от нее. Точнее разобраться, в чем тебе следует раскаяться, помолиться и попросить о необходимой тебе помощи. Вот три этапа молитвы по Равшалу Марушу. И это прям конкретная инструкция для всех, у кого есть какая-то проблема сложной в жизни. А я думаю, что есть практически у всех какие-то свои жизненные сложности. Не нужно про них забывать, и не нужно от них отворачиваться. Нужно на время переключиться на все хорошее, на все добро, то, что есть и было у тебя в жизни. И за все это благодарить, благодарить, благодарить. Потом поблагодарить за саму эту проблему, которая тебя чему-то научит, и в ней скрыто спасение, и когда ты из нее выйдешь, то ты будешь всему миру рассказывать, как Всевышний тебе помог. И после этого, после этого, нужно помолиться о помощи, чтобы Всевышний открыл тебе глаза, чтобы ты раскаялся, чтобы ты понял, что нужно в себе исправить. Теперь он говорит дальше. Обязательно, обязательно вот этот момент радости, нужно на него сделать акцент, потому что если ты в момент раскаяния уходишь от радости, то это не работает. Если ты только не раскаиваешься, тоже не работает. То есть нужен вот этот баланс. Радость плюс раскаяние. Радость плюс раскаяние. И радости должно быть больше. Дальше он говорит здесь такие вещи, что, ну где главное у человека, вот проблемный вот этот момент. Проблемный момент у человека, что у него нет веры, что Всевышний может ему помочь. И у него нет веры, что сама эта проблема для его добра. Вот тут самый сложный момент во всей этой схеме. Поверить, что будет хорошо, и поверить, что даже плохо, это ступенька для хорошо, в момент, когда тебе плохо, это является самой сложной задачей. Поэтому каждый человек в соответствии со своим уровнем веры должен просить Всевышнего помочь ему вас благодарить за все и поверить, что все к лучшему. Он говорит, смотри, действительно это тяжело в это поверить. Вот, ну как мне поверить, что, что, например, какая-нибудь непроверенная такая информация, как мне поверить, что будет хорошо? Так же, как, а как поверить, что будет плохо? То есть вот у человека, он говорит, мы вчера разговаривали с моим другом, одним пессимистом, он конкретно пессимист. И он, значит, ну такой у него, все будет плохо, все будет плохо, все будет плохо. Я ему говорю, смотри, вот, а он, он военный такой, он военный, прям, ну, воевал, был в армии, в спецназе, очень, очень подготовленный человек. И когда началась война, когда Россия напала на Украину, началась война, значит, он говорил, вот лично, он говорит, послушай, это российская армия, вторая армия в мире. В Украине, какая сейчас армия? Ну, он говорит, ну, послушай, ну, это, ну, просто даже, говорит, я тебе, как военный, говорю, это максимум неделю продлится. То есть они сейчас, Россия со всей их мощью, со всей армией, они сейчас захватят Киев, все, война закончится. Я ему говорю, ну, я тебе верю, ты военный, ты всю жизнь в армии, я никогда не был. Я помню, я на уроках говорю, война закончится за неделю, потом, значит, ну, то есть война закончится за неделю, она не может длиться два года, ну, нереально. То есть, действительно, Россия, вторая армия мира с ядерным оружием, армия два миллиона человек. И Украина, ну, что, Украина на тот момент была армия, там, не знаю, 200 тысяч. Оружия вообще не было. То есть, как? И плюс мне сказал военный, плюс мне сказал еще, один человек у меня был, есть приятель тоже, который там, он в Конгрессе, там, с Трампом, он в хороших, ну, очень такой влиятельный человек, и он мне сказал, значит, что уже в Америке договорились с Путиным разделить Украину, и он мне так это говорит, да я тебе, я из Конгресса вот только, вот только вышел. Я тебе говорю, я, значит, прихожу, я помню, как сейчас в синагогу, в субботу, там же сидят израильтяне, все такие, ну, израильтяне, которые религиозные, у них телевизоров нету, ничего, они только по радио новости узнают, и друг от друга. Я в синагоге говорю, послушайте, у меня есть один друг военный, всю жизнь воевал, а второй друг, он в Конгрессе, там вообще, ну, вот вообще, тот, кто в Конгрессе, мне сказал, что уже договорились США с Путиным разделить Украину, а тот, кто военный, сказал, что Украина не может, у нее нет армии, чисто физически, по военным делам, она не может, значит, выстоять против второй армии в мире. Что в итоге? Два года длится уже война, два года. Мы видим, что вопросы будущего, вопросы, ну, то есть, мы живем в мире веры, и то, что будет в будущем, это человек, он просто живет в мире своей веры, поэтому он говорит, молись Всевышнему, чтобы поверить в Бога. Вера, это самая сильная вещь, она поднимается над всеми законами и обвинениями. С помощью простой веры можно перепрыгнуть через все духовные ступени, значит, проси Всевышнего помочь, возблагодарить за все и поверить, что все к лучшему, и проси у Всевышнего вот этой веры, что все к лучшему, которая тебе даст возможность быть в радости. Мы не знаем, что будет, мы должны верить, что будет хорошо, мы должны верить, что наступит мир, мы должны верить, что добро всегда, всегда, всегда победит. То есть, это вопрос веры. И точно так же мы верим в Бога, мы точно так же верим, что Бог, он добру всегда даст силу. В какие-то моменты зло может каким-то образом, каким-то образом, что-то оно может, ну, оно притворять, даже может зло притворяться иногда добром. У зла есть такая, такая, как сказать, хитрость, да, и злодеи, они более, они же беспринципные, у них много разных возможностей, делать зло и так далее, но в итоге добро всегда побеждает. И надо в это верить. И даже если есть какая-то проблема, надо верить, что все будет хорошо, пребывать в радости. И это лучший способ повлиять на ситуацию. Лучший способ. Все значит, и если бы мы все шли этим путем, верили всегда в благословенного Бога, и что все к лучшему, всегда воздавали бы благодарность и хвалу благословенному Господу за хорошее и дурное, как написано на Бога, чье слово хвалю я, на Господа, чье слово хвалю я, я полагаюсь, то наступило бы полное избавление, вообще полное во всем. Так говорил Рабин Ахман из Бреслова. Все, сегодняшний урок здесь заканчивается. И коротко, за буквально минуту, у нас есть здесь, как раз сегодня они очень совпадают, очень совпадают. Сегодня совет, совет, 53-й урок из книги Равзеля Гаплистина Сентью. Как перестать беспокоиться? Он говорит очень просто. Из беспокойства можно выйти только в благодарность. Каким образом? И он нам дает такую вещь, что когда ты беспокоишься о будущем, это значит, что твои мысли сейчас, они так расположены, что ты беспокоишься о будущем. Что делать? Он говорит, это контрпродуктивно беспокоиться о будущем. Значит, если твое беспокойство пришло от твоих мыслей о будущем, тогда, если ты будешь думать позитивные мысли, тогда ты перестанешь беспокоиться, будешь чувствовать себя хорошо. Поэтому от беспокойства нужно уйти в благодарность. Каким образом? Первым делом, если ты боишься, что в будущем будет хуже, значит, сейчас тебе лучше. Начни благодарить за сейчас. Ты боишься, что завтра не будет денег? Значит, у тебя сегодня есть деньги. Ты боишься, что завтра не будет здоровья? Значит, сегодня есть здоровье. Начни благодарить за сегодняшние деньги, за сегодняшнее здоровье. Это первое. Второе. Вспомни все случаи своего прошлого, когда ты боялся, волновался, и то, чего ты боялся, не произошло. Напиши этот список и благодари за прошлое, когда ты зря боялся, и когда ты вышел из всех опасностей, из всех болезней, выздоровел там и так далее, и так далее. Когда у тебя есть список благодарностей из прошлого и список благодарностей за сейчас, то в настоящем ты создашь такое состояние мышления, что ты перестанешь волноваться за будущее. Но опять же, без веры в Бога по-настоящему невозможно не волноваться за будущее. Только тот, кто верит во Всевышнего. Еще раз, вот то слово вера, это и есть выбор. Вера это выбор. То есть ты не то, что я в это верю, я не верю. Ты выбираешь во что верить, ты выбираешь направление, куда ты хочешь двигаться. И если ты выбираешь верить во Всевышнего, и ты молишься Всевышнему, чтобы он дал тебе веру, вера придет. Все, значит, дальше он написывает, как всегда, случай с одним человеком, который очень волновался. И он начал изучать, как не волноваться. Начал благодарить и поставил своей миссией помогать другим не беспокоиться. И в этот момент он полностью перестал успокоиться, потому что когда он транслировал эту идею не беспокоиться, то сам он переставал беспокоиться. Все, дорогие друзья, спасибо, что вы приходите на уроки. Сегодня у нас, у нас сегодня уже 220 человек на уроке, 94 в фейсбуке, видите, 70 в телеграмме и 51 в ютубе. Все отлично, то есть это очень приятно. Я вам очень рекомендую, советую, зайти в мой инстаграм, подключиться к марафону. Нужно просто в одном из трех постов в комментарии написать, я участвую, чтобы было 1000 человек участников. Мы начинаем делать 10 дней, 10 шагов к счастью. Благодарность, первый шаг, вы уже в ней прокачаны вообще больше, чем все. 53 урока у нас благодарности, то есть мы прям это качество уже сильно прокачали. Но там есть еще 9 шагов очень полезных. Я очень хочу сделать такой прямо взрыв такого позитива, да, позитива, добра. Я уверен, что, как сказал царь Давид, сур мира, отодвинься от зла и делай добро. То есть если мы начнем делать добро, если мы начнем нести свет, то зло исчезнет само по себе. Оно исчезнет, растворится и будет все отлично. Все, всем удачи, успехов, спасибо огромное, чтобы в заслугу того, что мы благодарим Всевышнего и мы прославляем Всевышнего. И мы благодарны ему за все эти чудеса, которые он делал, чтобы он усилил в тысячу раз свой свет, свет добра, чтобы все злодеи, они или исчезли, или исправились. А добрые, хорошие люди получили очень много поводов для радости, для песен, для прославления Всевышнего, чтобы он восполнил все наши недостатки. Но чтобы мы в этот раз уже не молчали об этом, а рассказывали и говорили о милости Всевышнего, о его добре, о том, что он каждый день делает для нас. Мы живем в самую лучшую эпоху, самая благополучная, самая комфортная, самая, самая, самая. И именно за счет того, что мы это не ценили, пришли проблемы. Поэтому давайте в сто раз усилим каждый свою благодарность за то качество жизни, которое есть у нас, относительно того, что было сто лет назад, мы живем в раю. И в заслугу этого Всевышний уберет все неприятности. Все, спасибо, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok